Здравствуйте, в студии Дениар Даутов. В следующие пять минут представлю главные новости из мира экономики и финансов. В Казахстане заключен первый смарт-контракт на базе NFT. От обычного договора в первую очередь он отличается автоматизацией. Все созданные документы находятся в децентрализованном хранилище данных, поэтому их невозможно потерять или подделать. Первый в Казахстане смарт-контракт заключили представители ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров. На основе этого соглашения со своими партнерами они запустили образовательную программу для разработчиков. Отмечу, что пока цифровые контракты не признаются в Казахстане в качестве полноценной формы сделки. Договоры заключаются на бумажном носителе или в электронной форме. Поэтому компании составили классический документ и дополнили его смарт-контрактом, продемонстрировав тем самым возможности технологий. Продолжение темы о борьбе с серыми майнерами. Вся информация о машинном парке добытчиков криптовалюты будет зарегистрирована в единой базе. Создание специального реестра оборудования – одна из норм, предусмотренных в новом законе о цифровых активах. Пока он находится на доработке у Мужелиса. Рассмотрев его, депутаты Сената пришли к выводу, что в документе необходимо конкретизировать норму о лицензировании. К слову, она также направлена на ликвидацию нелегальных майнеров. Несоответствуя законодательным требованиям, у них не получится взять разрешение на работу. Так, дата-центры обязаны показать порядок своего подключения к энергосетям. Здания должны быть оборудованы специальными автоматическими системами учета электроэнергии. Отмечу, что при лицензировании полностью исключается домашний майнинг. У нас будет предусматривать закон такую систему, что должно зарегистрироваться у нас в Казахстане. То есть, ответственно, юридическое лицо майнинг. Это такой, как сервис объединения мощности майнеров, который должен будет абсолютно прозрачно на системной основе предоставлять данные комитет госдоходов о полученных вознаграждениях майнерами. Короче говоря, он показывает, сколько каждый заработал этих биткоинов. Абсолютная прозрачности. Да, все заработки будут на ладони. Доля безналичных операций в Казахстане перешла рубеж в 80%. В прошлом году объем онлайн-транзакций в стране составил почти 103 триллиона тингер. Анализ рынка провели в Ассоциации финансистов. В разрезе регионов в лидеры вышли Восточный Казахстан, Мангостауская и Алматинская области. Наибольшей популярностью пользуются транзакции в интернете. Одновременно с ускорением проникновения безналичных расчетов растут и объемы изъятия наличных из банкоматов. В прошлом году казахстанцы обналили в Чиле почти 22 триллиона тингер. По сравнению с 2021 годом рост на 5%. О событиях в мире. Мировой спрос на черное золото будет оставаться высоким в течение следующих 10 лет. Британская нефтегазовая компания British Petroleum опубликовала три сценария развития рынка. В основе каждого из них снижение выбросов куглерода при сокращении от 75%. Мировое потребление нефти в 2035 году составит от 70 до 80 миллионов баррелей в сутки. Однако затем за счет перехода на альтернативные источники энергии и электрификации транспортной отрасли пойдет на спад. Международный валютный фонд впервые за год улучшил прогноз по мировой экономике. По обновленной оценке в этом году произойдет спад на 2,9% вместо озвученных ранее 3,4%. А к 2024 году мировая экономика продемонстрирует рост более чем в 3%. Повышение ставок центральных банков продолжает оказывать давление на экономическую активность. Ожидается, что глобальная инфляция снизится до 6,6%. Что касается нашей страны, то в этом году МВФ прогнозирует экономический рост на уровне 4,3%. Всего за месяц после выхода на вторичный рынок объем торгов акциями «Казманная газа» на казахстанской фондовой бирже достиг 25 миллиардов тенге. В среднем за день по ним заключается 933 сделки. Сумма в основном превышает миллион тенге. С начала декабря прошлого года торги осуществлялись почти с 13 тысяч уникальных брокерских счетов. В числе инвесторов банки второго уровня, брокеры, дилеры, фонды, страховые организации. Физические лица в этой категории занимают 44%. Принимая все это во внимание, отмечают на бирже простые акции крупнейший. В Казахстане нефтяной компании считаются потенциально ликвидными. Поэтому не так давно их включили в индекс-кассе. Сразу же предлагаю познакомиться с итогами торгов на казахстанской фондовой бирже. Завершаю обзор курсом валют. Актуальные на сегодня данные сейчас будут на ваших экранах. Таким был деловой обзор на сегодня. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова